Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Доктор Нейлзис, и я хочу в этом раке поговорить об этом мультсериале как Супермен, да или же моё приключение с Суперменом. И сразу же выкладываю карты на стол, он был весьма добротным, имел множество положительных сторон, но и без негативных не остался. И тут он мне напоминает ситуацию с мультсериалом Человек-Поу 2017 года, или 2018, ну вы поняли, где также мультсериал пошёл на осовременивание персонажа, добавив, так сказать, больше технологических элементов, а также показал интересные арки и события. Только проблема того мультсериала заключалась в том, что иногда филеры и не сильная понятность акцентов на некоторых вещах мешала вообще всему сериалу. То есть, одни персонажи были, конечно, отлично раскрыты против Осьминога, Гарри Осборна и самого Питера, но одни же, по сути, оставились никакими. И под конец, несмотря на плюсы, было весьма спорное впечатление от проекта. Хотя концовка меня весьма порадовала. Супермен же лишён, по сути, часть этих минусов Человека-Паука из-за того, что его хрометараж меньше и он более концентрирован. То есть, по сути, филеров так и не было. Большинство, так сказать, персонажей так или иначе сыграли свою роль. И также, по сути, раскрыли основных злодеев и персонажей. Ну а то, что они не раскрыли, возможно, уже раскроется в следующем сезоне, который уже был анонсирован. Так что он, хоть и не без греха, но, так сказать, с большей концентрацией смог сохранить лучшее от подобных ему образчиков. Кстати, по поводу стилистики. Как многие писают, да и я делаю это в шортсах, я называю это аниме Суперменом. Ну, по сути, это не аниме, а всего лишь вдохновленные произведения по типу Ширы или же Аватара Анга. И хоть, безусловно, здесь есть тонны отсылок на Гурен Лаган, Евангелеон, Север Мун есть в эндингах отсылки. Но, как я и говорю, это не полноценное аниме, а всего лишь поджанр, который его имитирует, так сказать. Ну, а если отойти от темы аниме, что мы получаем по стилистике? Ну, большинство злодеев Супермена сильно приземлили. То есть, у нас здесь больше нет разнообразных мутантов или прочих людей, получивших мета-способности. Так что их теперь силы исходят не от них самих и их мутаций, а от технологий, которые на них повлияли или они носят. Из-за чего ряд интересных образов в оригинале, ну, мягко говоря, стали более скучными. К примеру, та же появившаяся здесь Банши, выглядит, ну, мягко говоря, не так интересно, как было в оригинале. Ну, и даже ее другие экранные появления выглядят намного-намного интереснее и живее, я бы сказал. Но, есть образы, которым, наоборот, пошло на пользу их преображение в анимешно-современную стилистику. К примеру, тот же Паразит здесь выглядит весьма интересно, а его новый обладатель, который в Коинксах именно Паразитом не являлся, здесь является, по сути, пародией на Тони Старк. Он эксцентличен, миллиардер, носит стильную бородку, у него в костюме есть интерфейс и у него, в принципе, есть железный костюм, который имеет несколько расхожеств к имени в своей божественной комплектации. Единственное его отличие, это то, что он пустя является говнюком, Тони Старк, который никак не решил поменяться. Его костюм выглядит также интересно и, под конец, обретает жуткие элементы, схожие мне с Годзиллой. То, что есть, я думаю, отсылка, также есть отсылка на Шин Годзиллу с её финальной формой, но, по сути, персонаж получился более-менее запоминающимся в плане своего образа и своего, так сказать, заносчивого характера. Другой же персонаж, которому повлияло на пользу, так сказать, новая стилистика, это Мистер Мху или же Микс Лис Пислик. Я уверен, что я неправильно произнес это, но да ладно. В оригинале он выглядит вот так и, ну, несмотря на то, что это классический образ, появился ещё в старых-старых комиксах. Но, если брать его на современный лад, то он весьма кринжовенький. Да, и его есть в современной вариации, которая выглядит уже не так плот, но именно этот современный образ выглядит весьма не забавно. То есть он сочетает некоторые элементы с различных аниме и различных, так сказать, японских произведений. Также сам Микс Лис Пислик стал больше похожим на эльфа, нежели на свою, так сказать, классическую вариацию. Но, одновременно, он кое-что оставил от этого. То есть он оставил свой заносчивый характер, сказать, любовь к подшутить и прочее. Ну, а также его шляпу, которая была в оригинале попросту элементов одежды, здесь интерпретировали как центр его ищенственной могучности. То есть Супермен помог ему и украсть, точнее не хотел помогать, но получилось так, и мы увидели истинную форму, которую хорошо обыграли с учетом шляпки. Также более-менее интересно внешне адаптировали никого иного, как Дев Стролка, который вначале даже сам на себя не похож. Он стал, так сказать, более таким анимешно привлекательным парнем. И с челкой на одном глазу, что, конечно, отсылается на его классический одноглазый образ, который он под конец приобретает. Но, по сути, явно более молодая версия Дев Стролка, которую еще многого в жизни не видела. И я думаю, она еще может в будущих сезонах приобрести более классический и более суровый внешний вид. Как минимум, его броня выглядит интересной и заигрывается, так сказать, с элементами черепа, чем она не напоминает Таскмастера в других его появлениях. Также у нас не обошлось без изменения пола персонажей. И у нас здесь получился Хитвейв. Оригинальный Хитвейв это персонаж-мужчина с огненной установкой, в некоторых вариациях с мутацией. И из себя он представляет врага Флэша. Но его здесь сделали женщиной и сделали врагом Супермена. Что абсолютно нелогично. По одной явной причине. У Супермена есть огненная рыжая злодейка, которую можно было ровно таким же образом перенести в данный сериал, не меняя никому пол. Но они решили так выхитриться, не пойми зачем. И это не получилось. Персонаж абсолютно пустой. И даже ничего интересного по сути не показал. Из более-менее положительных второстепенных героев хотелось отметить Мозг и Месье Мало. Их сделали более типичной гей-парой. Но такими они были по сути и в комиксе, только с меньшими акцентами на них. Также их сделали более положительными героями, что им пошло на пользу. Из-за чего на их взаимодействие с персонажами было приятно посмотреть. Ну а других таких персонажей по сути не отметишь. Мы можем перейти к основной компашке, конечно же. Супермена, которая получилась весьма неплохой. Ну у нас есть Джимми Олсен. И да, его в очередной раз перекрасили. У Джимми Олсена походу это какое-то проклятие на экранизациях. И теперь он в последние годы превращается в темнокожего парня. Но сейчас мы не будем эту тему разбирать. Но на характер это особо не повлияло. Он был весьма интересным и таким неплохим персонажем. Другом Кларка, который его всегда поддержит и поможет. Также любителем кармс-пелологии. Сверой в Бигфутов, в подводный город Атлантины и прочие, так сказать, элементы. И это было весьма интересно. То есть, да, в некоторых моментах он может, конечно, раздражать. Но постепенно вы привыкаете к этому. И персонаж уже не кажется таким отъедливым. Также он попадает в одну ситуацию. А именно ситуация, когда у вас, как бы, есть трион неразлучных друзей. Но у этих двоих неразлучных друзей оказалось больше общего, чем вам казалось. И вы слегка отходите на второй план, из-за чего вам становится не очень приятно. Эта проблема, наверное, многим знакома. И в Джиме ее отлично, так сказать, показывает. Ну а что же по Лоис Уэйн, которая после своего появления здесь явно завирусилась. Из-за, так сказать, нового приятного образа, который появился даже в нескольких вариациях из-за серии с мультивселенной. Где у вас есть и на выбор Лоис Уэйн панк-версии с железной рукой. Лоис Уэйн старушка для любителей определенного жанра. И Лоис Уэйн парень. Ну, вы понимаете, для кого. Но да ладно, сама же Лоис Уэйн здесь отличная вообще. Объясню вам. Лоис Уэйн часто не могут нормально подобрать ее. Или делают зачастую бескребетной в некоторых экранизациях. Или делают наоборот. Слишком такой, сказать, стервозный, который никому не нравится. Здесь же попытались найти золотую середину. И так что персонаж, да, и на некоторые моменты, она, конечно, выбешивает своими, так сказать, излишними подходами к своей работе. Но она всегда умудряется найти, так сказать, баланс. Если она сделала какой-то плохой проступок и послала всех ради за статьи, она рано или поздно осознает это и пойдет на помощь своим друзьям. Ну, а также у нее весьма милые отношения с Кларком Кентом, которые быстро развиваются. И хоть иногда ихняя романтика будет не совсем-то, кстати, уместной и приятной, из-за легкого ощущения дискомфорта, но в итоге она вылезет в что-то приятное. Ну, а какой же у нас был здесь Кларк, и он мне здесь понравился. Первый здесь он не всесильный бог, как его многие рисуют. Он вообще такой более ослабленный супермен, нежели многие его вариации. Но при этом он все же такой же добрый и отверженный, он готов на все ради человечества. И верит, что оно его рано или поздно может принять даже без его скрытия лично. Также он считает землю родным домом, и явно был очень расстроен, когда узнал не самые приятные подробности предыстории своего народа. Так что, по сути, супермен здесь явно приятный персонаж. И каждое свое появление он показывает такую доброту, которую, ну, мало какие персонажи могут показать. Ну, а в общем, его можно описать как такого доброго паренька-качка, который всегда вам поможет и всегда вам подскажет какой-то хороший совет. Никогда не обидит и сделает все ради добра. И он чем-то схожен с Джонатаном Джостером, но только с проблемой, так сказать, самого принятия. Ну, а что же у нас в остальном, ну, точнее, в мнении по вообще всему сериалу? Да он получился весьма отличным. Претензий у меня к нему весьма мало, особенно с учетом того, что он выходил одновременно с такими проектами, как Тайное Вторжение. Ну, или Секретное Вторжение, кому как угодно. И в сравнении с тем, ну, мягко говоря, дерьмом, эх, к сожалению, которому я приурочил ролик обо всех скрулах, эх, это был намного лучший проект, да, в чем-то недожимающий, в чем-то имеющий проблемы, но в сравнении с этим он был намного ярче и интереснее. Из-за чего, наверное, на таком фоне он и запомнился более приятно. Но я не отрицаю, у него есть минусы, он не гениален такой, так сказать. Но он весьма хороший, современный проект по супергеройке, которых, ну, я надеюсь, будет больше, как минимум в таком ключе. И, надеюсь, с большей концентрацией, опять же, на сюжете, нежели было в прошлых проектах по типу Человека-паука. Что бы так же хотелось похвалить, это большое количество отсылок как на разные анимешки, так и на вообще комиксы, которых все могли позабыть, даже опытные обзорщики. Так что здесь явно видно, что как минимум этот сериал делается с душой. Также хотелось бы отметить касту Супермена, которого озвучивает никто иной, как Хьюи из Пацанов, что в оригинале звучит даже весьма неплохо, так что можно посмотреть субтитрами, если кто-то такое любит. Ну, а мой же вредик по сериалу, он отличный. На один вечерок или два он вам покатит. Так что если хотите посмотреть что-то ненапряжное, что вам будет интересный, что будет иметь прогрессирующий из каждой серии сюжет, смотрите спокойно, он вам понравится. Но если вы знаете кое-какие истории из комиксов и знаете, какие они хорошие в оригинале или не очень, то, возможно, ничего нового вы уже и не увидите. Но для новых зрителей, опять же, классный сериал. Ну, а на этом у нас все. Спасибо, что досмотрели до конца. Пожалуйста, ставьте корейские лайки и формирование и корейскую подписку. Вам не сложно, нам приятно, с вами был Доктор Нейвзрис и до новых встреч. И мир у него вам на головой.